Сегодняшний выпуск мы посвятили критериям, влияющим на ваш выбор при подборе растений, таких как итоговые размеры, зима и морозостойкость. Читая описание растений, мы регулярно натыкаемся на такие термины, как зима и морозостойкость. Но многие садоводы считают, что слова синонимы и имеют одно значение. Это большая ошибка и заблуждение. Зимостойкость – это устойчивость ко всем неблагоприятным факторам в зимний период, таким как резкие перепады температур, постоянные оттепели, солнечные ожоги, зимнее иссушение, возвратные заморозки, выпривание, вымокание. Список зимних невзгод вам известен и без меня. То есть зимостойкость – это очень важная характеристика любого сорта и вида. Однако, очень редко этот параметр указывается в описании растений, тем более, если речь идет о новинках. Говорить о зимостойкости можно только после долгих наблюдений и испытаний. В характеристики растения чаще указывают морозостойкость. Это критическая температура, которой могут выдержать почки данного вида или сорта. Испытания на морозостойкость проводят в барокамерах, промораживая испытываемое растение до критических температур. Если на морозостойкость мы повлиять никак не можем, то на зимостойкость запросто. Вряд ли я вам открою Америку, если скажу, что здоровое растение лучше перенесет зиму. Элементарный уход и создание условий, благоприятных для растения, вот уже и изначальная зимостойкость повышена. А если мырододендрон высадим в нейтральный грунт или щелочной, а сирень наоборот, в кислую почву, то о какой высокой зимостойкости может быть речь? Растение будет думать, как вообще выжить. Еще один немаловажный фактор при выборе растений – это высота. Этот параметр играет не последнюю роль при принятии решения о покупке растения. И это правильно. Зная высоту, мы можем решить, какой уголок нашего сада мы отведем тому или иному растению. Но вот тут-то и начинаются проблемы. Возьмем, к примеру, ту западную – смарагд. И посмотрим, что пишут в интернете о ее высоте. Информация противоречивая. Кто-то пишет о пяти метрах. Кто-то верит, что она минует рубеж восьми. Есть более скромные размеры – не более трех. А есть сайты, которые не верят смарагд настолько, что дают не более двух метров во взрослом состоянии. Так кто же прав? Дело в том, что итоговую высоту растения вам не скажет никто. Хотя бы потому, что она складывается из множества факторов. Почва, ветер, освещение, водный режим, климатическая зона. Плюс, не забывайте, что растение растет в течение всей жизни. Как только оно перестает расти, оно просто умирает. Поэтому в каталогах при описании растений дается не итоговый размер, а высота и ширина растения, каким бы оно могло быть в 10-летнем возрасте, при оптимальных условиях. То есть, если у вас ветреный участок, тяжелые грунты и мало солнца, не стоит ожидать от растения больших приростов, обещанных производителем. А если растению создано комфортное условие, то к 10 годам оно может достигнуть и 2,5 метра, вместо заявленных двух. К чему я все это говорю? К тому, что ботаника и садоводство – это неточная наука. И выбирая растения для участка, вы должны учитывать не только описание и характеристику сорта, но и условия конкретного участка. На этом все. Будем рады видеть вас в нашем садовом центре. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!